Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Физики и лирики решили продолжить тему детства и немножко расширить обучение детей за границей. Итак, заглавим этот час эфирный. И у нас в гостях Борис Самарьянов, управляющий партнер Star Academy. Здравствуйте, Боря. Добрый день. И Дарья Суслова, наша любимая клинический психолог, психоаналитик. Здравствуйте. Мы решили двух этих людей пригласить вместе, чтобы обсудить разные аспекты обучения детей. Как говорит русская народная пословица, готовь Саня летом? Саня, Саня, что там готовим? Саня, можно сказать, что, дорогие друзья, я как отец, конечно же, сначала выслушаю мать. Рассказывай мать твои дела с твоей пупой. И тут выйду я, Костя Иночки. Значит так, сейчас зима, лето вроде как далеко, но все-таки, да, у нас на лето, возможно, может быть запланированы какие-то обучающие истории, школы и лагеря, и же с ними. Но почему я вдруг об этом подумала? Моя дочь в 11 лет, друг, уже месяца полтора-два идет этот процесс, закрывает дверь, говорит, мама, отстань, мама, отвали, мама, да я доделаю, да я сама. Я говорю, тебе нужна помощь, даже в уроках, я говорю, история, английский, что угодно, кроме математики. Нет, я все сама, все сама. И тут я ей задала вопрос. Олесь, может тогда, раз ты так отделяешься, давай мы тебя на лето отправим, и вот тут уже куда-то. И я вот эти уже колышки вбиваю к линии, да. И какая ее реакция была? Она задумалась, ничего не ответила, и пошла опять, находившись, нет, нет, так в комнату. Но я постепенно ее хочу приучить к возможности поехать в архитектурную, возможно, школу, да, куда-то, в любую страну, где она есть, да, но без меня. И вот здесь вопрос сепарации с родителями, которую любят, а кроме нее нет ничего в этой жизни, что есть, что мы считаем важным с папой ее. И вот как к этому отнестись, и куда, и что предложить? Вот у нас есть специалист по обучению за границей, Борис Марьянов, и Даша, как психолог, может оценить ситуацию. Возраст сепарации детей и как родители должны погружать себя и их в образование? Ну, я могу сказать с точки зрения психологии, потому что все-таки дети, это самый такой важный момент, их становление, да, их уверенности в этой жизни, их действительно сепарация, да, которая связана с их взрослением и самостоятельностью. Отделение сепарации, да? Отделение, да, и как они себя чувствуют дома, как они могут решать свои самостоятельные проблемы, как они смотрят на свои собственные ошибки, как они могут обратиться за помощью и к кому. Вот если у них более или менее с этим хорошо, есть мотивация, запрос на учебу, и они получают удовольствие, я вот слышу, что дочка, она получает удовольствие от учебы, поэтому она все сама, и это очень здорово. То, конечно, в первую очередь нужно готовить детей с точки зрения того, чтобы они, для них не было это очень большим стрессом, потому что стрессом это все равно будет любой переезд в любую страну, так же, как для любого взрослого, собственно говоря. Это новая обстановка, новая атмосфера, абсолютно новые правила. Нужно готовиться, а не летом. Да, то есть заранее говорить о чем? И вот здесь уже интересно. А вот можно вопрос такой, вот Борис, наверное, нам сможет ответить. Готовить к самостоятельности в смысле быта или готовить к возможности обучения где-то вне дома, ну, вне школы привычного какого-то места? Вы знаете, здесь, наверное, надо поэтапно к этому подходить, потому что, ну, вот любую поездку, вообще любой процесс, когда ребенок уезжает от родителя, например, мы всегда рассматривали, ну, с точки зрения вот опыта практического, что, какие навыки ребенок за эту поездку приобретет. Вот, если просто родители не хотят потратить деньги и прокатать его там, съездить за границу вместе с группой, съездить, не знаю, в какой-то лагерь, хорошо просто проведи время. То есть мы всегда спрашиваем, что вы хотите в результате вот этой поездки. А дальше уже надо думать, потому что, ну, за две недели вряд ли, наверное, в организованном лагере, где за тобой ухаживают, стирают, кормят тебя с утра до вечера, ребенок какие-то функциональные новые навыки приобретет, да? Что он приобретет, наверное, если он первый раз едет, он, вы посмотрите, сможете ли вы без него какое-то время находиться, да, сможет ли он без вас находиться. Если это все-таки иностранный лагерь, ему будет намного сложнее, потому что ему придется общаться со сверстниками, если там мало русских будет, русскоязычных. Если это не важно, он может и поехать и в любой лагерь на территорию России, ему все равно придется выстраивать какие-то новые взаимоотношения без родителей и присутствия посторонних людей. А обучение, в данном случае, здесь как бы второстепенно пока? Когда мы говорим про какие-то короткосрочные летние поездки, наверное, да, потому что, ну, за две недели чего можно учиться? Другое дело, какой-то опыт приобрести, да, поэтому вот... Чай заваривать научиться хотя бы? Ну, может и так, да. Желательно положительный. Да, в каких-то местах и кровать перейдется убирать, и все, как вот, ну, в свое детство ездили в пионерские лагеря, где все было, и в спортивные, где мы все и полы мыли. То есть разный опыт, он тоже полезный в развитии ребенка, поэтому если вопрос стоит ехать, не ехать, конечно, надо ехать. Ну, если, например, я как-то ни разу с ней надолго не разлучалась, вот я на месяц бабулю ее отправляю в Болгарию, они там чалятся, ерундой занимаются, вот ей-богу, даже школьную программу не что делают. И тут у меня возникла мысль все-таки, если у нее есть тяга, 4 года человек рисует, чертит, что-то там макетирует, вот что, как я могу от нее потихоньку отделиться и понять, что она готова к этому отделению поехать конкретно, например, в архитектурную школу, где она сильная примерно, ну, да, Борь, ну, примерно. Да везде, ну, в Италии, в Италии, в Италии, международная. Они есть на английском языке, в университетах, да, конечно, есть. Значит, вот, и тогда как вы определяете, готов ребенок или нет, вам же, как человеку, предлагающему услуги, тоже нет смысла ребенка туда отослать, а потом ребенок начнет выть, да, ну, образно. Хочу обратно. Хочу домой, и вот что, вы эти риски как-то рассматриваете? А вот, если говорить о более длительных поисках, как раз вот здесь нам нужна помощь психолога, потому что у нас есть и люди, к которым мы прибегаем в качестве консультации, которые проводят тесты с ребенком. И ведь разные школы, они разные по своей дисциплине, по подходу к отношению к иностранным детям. Где-то мало иностранцев, и там иностранным детям приходится немножко, ну, бороться за свой, так сказать, за свой успех, потому что они находятся в сильной конкуренции в среде. А есть школы, где очень много иностранцев, там очень много кураторов. Они иностранцев, так сказать, ведут, помогают. Везде разные условия, поэтому, когда, если вы соберетесь отправлять ребенка на длительный какой-то срок, конечно, мы проводим психологические тесты с ним. А вот, Дарья, вопрос тогда. Смотрите, Дарья, я где-то слышал, что если ребенка отправлять в лагерь для того, чтобы он подтянул свой язык, то это нужно делать, что называется методом жесткого погружения. Нужно его отправить туда, где не будет никого, кто понимает по-русски. Ну, это да, это не плохо. Только тогда он вынужден будет, здесь главное слово, вынужден разговаривать на другом языке. То есть получается, что с точки зрения психологии нужно, что называется, ребенка поместить в некомфортные условия. Да, но здесь не забывайте, когда мы погружаем ребенка в некомфортные условия на время, на короткий период времени, ребенок точно знает, что он вернется обратно. Для него не будет это таким большим стрессом, когда он знает, что его туда отправляют учиться. И он будет там учиться долго и справляться со всеми своими страхами и переживаниями отдельно от родителей. Это совсем по-другому им ощущается. Потому что я вообще склонна действительно к тому, чтобы ребенка готовить заранее вот через такой метод. То есть он погружается в эту атмосферу. Он знакомится с определенными правилами и законами. Потому что, конечно, там, например, Англия или Америка – это не Россия. Отношения между собой равноправные, к ним относятся как к равным. Если ребенок здесь был из обеспеченной семьи, и он имел какую-то статусность свою, как он так считал, да, у него есть какая-то... И у него есть водитель, собственно. Да, водила, нянька и кто еще там? Уборщик. Да, но когда он попадает вот в такую обстановку, где он такой же, как и все, это уже стресс. Просто когда они приезжают обратно, а я сегодня вот работаю просто непрестанно с такими детьми, они, как правило, замыкаются. Это им не придает уверенности, а наоборот. И они тяжело открываются этому миру. У них бывают потом какие-то определенные сложности. То есть уже у девочек, например, гормональные сбои бывают очень часто. У мальчиков... Из-за того, что они лишились водителя личного? Из-за того, что для них вот это вот ощущение понижения статусности является стрессом. Это не для всех детей. Подождите. А если, наоборот, какая-то скромная достатка семья, она понимает, что специальное образование может быть со границей, да, даже в Чехии, да, образом. Или мы не говорим о каком-то там... Я просто не могу представить, чтобы я отправила даже в Екатеринбург, в архитектурную школу. И это не минус Екатеринбургу. Просто я такого не слышала даже. Где-то же есть, да, центры научные. Я просто скажу тебе так. Образовательные. Твой ребенок, конкретно твой ребенок, ты отправляешь в какую-нибудь, условно, Вену учиться. Да. Она приезжает... Она из нормальной семьи, у нее нет личного водителя. Абсолютно. Да, но у нее тоже некий дауншифт случается, потому что ей придется... Вообще одежать. Да, вот у нее, вот твое белье, вот твои проблемы, вот у тебя что-то порвалось, вот у тебя что-то не заштопалось, и все, у тебя нет мамы, которая придет, побежит, как ты всегда это делаешь, сразу на телефон, и все вопросы решила. Спасать и помогать. Спасать и помогать. Это очень важный момент. Что нужно делать и как готовить. Да, это абсолютно верно. В первую очередь нужно понаблюдать за своим ребенком хотя бы год. Да, чтобы понять... Понаблюдать год дома? Да, дома. В каком возрасте? В любом возрасте, абсолютно. Потому что мы бываем готовы и в 8 лет, а бываем не готовы в 25. И в 48. Так, и в 48, да. То есть, если мы, как родители, боимся вообще сами сепарации своего ребенка, а это бывают очень разные мамы и очень разные папы... Треложный тип. Да, то это будет стресс для самих родителей, который будет прибавлять детям бессознательно. Они будут чувствовать эту тревогу родительскую. И им это, конечно, уверенности придавать не будет. То есть, они будут понимать, что они в какой-то некой опасности, в странной ситуации, и будут переживать даже еще и за родителей, собственно говоря. Поднаблюдать, каким образом? Сейчас я объясню. Давайте. В первую очередь, нужно посмотреть, как ребенок может справляться со своими проблемами. Раз. Какие проблемы? Психологические или бытовые? Любые, любые совершенно проблемы. Вот если у него что-то не получается, он с чем-то не справляется. Уроки не смог. Уроки не смог сделать. Двойку получил, кто-то его стукнул. Вообще, любые жизненные ситуации, что он делает в этот момент. Какие варианты? Приходят к родителям, пытаются решить сам. Приходят к психологу. У нас это не очень развито, на Западе это более развито. Ребенок? Да. Ну, ребенок с родителем приводит. Да, с родителем, ну или обращается к родителям, либо к преподавателю. Кто-то прям ходит к директору, я знаю, сам. Может прийти и сказать, вы знаете, вот у меня такая проблема. Да. То есть надо понаблюдать, как он научился решать свои проблемы. Это первое. Второе. Как он умеет тратить деньги? Потому что порой мы отправляем деньги, они вообще за один месяц улетучиваются. А можно сразу, Боря, вопрос? А как в школах, которые предоставляют такое вот кратковременное... Давай про лето пока поговорим, а не долгосрочное. Это когда уже взрослые после школы люди ориентируются. Как регулируют школы денежный вопрос? Они разрешают детям иметь свой счет, свои карты? Либо эти деньги все полностью в распоряжении этого учреждения? У всех школ разные. Я могу рассказать, вот что было летом с моим ребенком. Школа сказала, если вы даете ребенку наличные деньги... Поближе к микрофону. Если вы даете ребенку наличные деньги, ребенок должен их сдать. И он должен просто каждый раз, когда они ему нужны, подходить к хаусмастеру, эти деньги получать, сколько ему надо. Ну, избежание краши или... Чтобы краж, потери, да. Чтобы соблазн других детей не выводить. Коррупция. Да. Федовщина. Кстати, да. Ой, много историй можно на эту тему рассказать. Ну и все-таки, возвращаясь к возрасту ребенка, значит, в каком возрасте это уже можно доверять? Ты на примере даже своего можешь сказать. Восемь лет я отправил летом. На сколько? На две недели. Он ездил один. Один? Восемь лет? Заказывал сопровождение на рейсе в аэрофлоте, когда я привел его на регистрацию. В основном, кажется, 17 детей таких стояло. Беда. То есть это была, как сказать, организованная группа независимых детей. А они в ВПГшку сразу организовали? Кстати, да. Они сразу перезнакомились. Мальчик из той же школы. И уже телефоны поменялись. И как это происходило? То есть в твоем конкретном случае ребенок не страдал, не переживал или звонил? Вот как? Ну, он у меня не первый раз едет в лагеря. Он и в спортивный лагерь был, и в Артеке его отправлял. То есть он у меня социальный ребенок, поэтому... Все прошло. На две недели нормально. То есть начинать лучше... Уровень контроля какой? Вот уровень контроля сразу. Вы звонили ему раз в день, два раза в день, раз в день. У них отбирали телефон, и мы выдавали телефон с полвосьмого до восьми часов утра. И вечером с восьми вечера до полдевятого. Все. Ну, коннект какой был? Все нормально? Все нормально? Все нормально? Нет. Ну, бывали проблемы. Вот объясни вожатому, почему он сам играет в Sony PlayStation, а нам не дает. Ну, вот такого уровня. Жалобы были. Обычно, тем более школа, которая малышами занимается, они занимаются с утра до вечера, они все заняты. То есть ты решил, что твоему ребенку восемь лет эта сепарация не повредит, и какие-то навыки за две недели в лагере? Конечно. Я вижу, какой он приезжает после каждой смены, после спортивного лагеря, после Артека. Конечно. Он самостоятельный, он, конечно, набирает словечек интересных и всяких историй. Да, это они быстро делают в этой середине. Да, приходится на эту тему общаться, но это тоже опыт, как бы, и я считаю, что это очень... Я вижу просто сдвиги. И мы видим на всех детях, которые от нас уезжают, вот родители, которые отправляют, мы видим положительный опыт, мы видим очень много историй и успеха, которые дети добиваются. Это, например? Ну вот недавно у нас мальчик, но это уже более старше, 10 класс, мы его отправили на полгода в Канаду, в государственную школу. То есть папа договорился со своей школой, что он уехал, мальчик занимался. А здесь как берется административный опыт? Ну, он договорился, берется домашнее обучение, он написал заявление, и все. Он занимался музыкой, играл на саксофоне, английский хотел поправить, ну, если кто знает, такой экзамен. Айлдс он сдавал, 6 баллов получил. За полгода он, значит, мало того, что английский до 7,5 поднял, это очень высокий результат. Будучи вот таким активным ребенком, он взял кружок немецкого языка, в школе не было. А мало того, он еще взял свой джазовый коллектив и уехал в Калгари на гастроли. И получил призовое место. То есть, понимаете, вот за полгода ребенок вот создал себе вот такую среду, где он стал лидером, что-то добился, и папа был просто в восторге. Мы надеемся, что все будет с мальчиком хорошо, он вернется в Роколю. Он уже здесь, и учится дальше. Здесь есть очень важный момент, который надо учитывать. У ребенка, в первую очередь, должна быть мотивация. То есть, он должен хотеть. Этот интерес надо возбудить родителям. Вот если ребенок не хочет, оно, как правило, очень часто бывает так, что родители хотят и даже говорят, почему тебе лучше поехать учиться за границу, что ты будешь более успешен, что ты, допустим, куда-то поступишь, или ты там разодержишься или еще, что ты будешь знать английский язык. Да, все очень по-разному это объясняют. Но сам ребенок, он после какого-то такого давления, он чувствует, что родителям этого очень хочется и просто вынужден согласиться. То есть, он уже начинает как будто бы хотеть. Но на самом деле ребенка не слышит. То есть, у него еще куча внутренних каких-то страхов нерешенных, и он не готов уезжать. Вот в этой ситуации я бы не советовала отправлять детей сразу учиться в школу, а действительно попробовать учить через лагерь. Дорогие друзья мои, вот нам пишут наши слушатели, и, конечно, ну, этот вопрос, наверное, мы не сможем не обойти. Не сможем обойти. Да. Милые мои, пишут нам вот так обращаются. А как у города? Дорогие. Планируем дочь 16 лет отправить во Францию в госуниверситет. Пожалуйста, подскажите, это реально для семьи со средним достатком, с учетом того, что дочь будет обучаться на французском языке, то есть, обучение условно бесплатное, имеется в виду, видимо, там. Что это по деньгам получается? То есть, у нас есть... А из какого города можно уточнить? А давайте-ка, автор этого сообщения, уточните, из какого вы города? Митрофанова отказывается с вами разговаривать, не знаю, из какого вы города. Мне просто интересно, для антропологического исследования. На самом деле, есть обучение бесплатное и за рубежом, правильно? Но для этого нужно, что называется, скилл свой достаточно высокий продемонстрировать. Во многих странах, в той же Германии, во Франции, в Чехии в той же самой. Для того, что, например, самое простое это Чехия, потому что чешский язык можно выучить за полгода, наши дети все выучат его за полгода и учатся потом бесплатно. Единственное, конечно, надо платить за жилье свое. То есть, квартира, резиденции, то же самое во Франции, в Германии. А здесь, я так понимаю, вопрос именно в том, насколько ты готов создавать комфорт своему ребенку. Он может жить в загородном доме, опять же, с водителем. Абсолютно правильно. А может жить просто в общаге, в комнате. Ну, это при пределах от 5 до 10 тысяч евро в год, наверное, это будет стоить. Плюс еда. Это сравнимые затраты, если ребенок из региона приезжает учиться в Москву. Это сравнимо с теми затратами, что в Москву приезжают учиться, и это сравнимо с теми затратами, которые иногда люди тратят себе, ну, не знаю, там, в год на развлечения, скажем так. А какие, Борис, скажи, пожалуйста, вот предлагаются программы... Челябинск тебе ответили. А, Челябинск, вот. Какие предлагаются по профессиональной ориентации или просто по какому-то приятному времяпрепровождению, или те же самые языковые? Я помню, было несколько лет, богатые годы, жирные такие, да, это было прямо модно. Сейчас народ уже считает деньги, но все равно есть какая-то интересная такая вот интрига в том, что за границей что-то по-другому, может быть, не лучше, да, но, может быть, по-другому и интересно. Как сейчас относятся к обучению за границей? Если какие-то деньги действительно сопоставимы, вот мне охотят племянница в платный вот университет. Вот. Какая разница, здесь она будет учиться или в Пражском Карловом университете? Это вообще не важно. Ну, я могу от себя сказать, потому что дети здесь бывают сильно перегружены, особенно очень заботливыми родителями, потому что они проходят какую-то свою программу, а потом ездят на всякие свои кружки. Это занимает очень большое количество времени, и когда они уже приходят домой, им уже просто некогда заниматься там подготовкой на завтрак в школе или куда-то еще. Поэтому там в этом смысле немножко проще. Они сами регулируют свою заняточку. Там, во-первых, есть те занятия, которые включены в программу, и у тебя довольно свободный выбор есть по времени. То есть тебе не надо куда-то уезжать, тебе не надо брать каких-то дополнительных занятий по спорту или там по музыке или почему-то еще. Про время, и вот я смотрю на время, у нас время новостей, новостей и спорта. Я еще раз напомню, у нас в гостях Борис Маренов, управляющий партнер Старок Эдемии, Дарья Суслова, клинический психолог, психоаналитик. Мы говорим об обучении детей за границей, о времени сепарации ребенка, отделения от семьи. И продолжим эту тему через несколько минут. Об учении детей за границей, за и против. У нас Борис Самарянов, управляющий партнер Стар Академии, правильно назвать? Да. Мы поговорили про быт, давайте поговорим про загрузку учебную. Да, и про выбор профессии. Борь, вот ты хотел особенно отметить то, что как выбирают специализацию для детей. Сами дети или родители? Рит, на самом деле, вот сначала мы затронули тему, чем можно летом заниматься и как что выбрать. На самом деле этих программ, их сотни. И здесь надо понимать, чем ребенок увлекается. У меня дочка в разные лагеря ездила, она немецкий язык учила, английский. И ездила она в школу... Ну подожди, ты сам в этой профессии, а вот простым людям, ну просто нас услышали и решили... Ну я не могу сказать, что это что-то исключение. Надо понять, чем ребенок занимается. Вот сына я сумел мотивировать летом этим, в 8 лет. Да, потому что я его сводил на матч открытия России-Савутской Аравии. Он у меня спал в майке Дюба. Он сказал, не поеду я один в Англию. Умный папа. Не поеду. Я говорю, а ты хочешь заниматься 3 часа футболом? Ну 3 часа английским. Он сказал, вот если будет футбол, тогда я поеду. Супер. То есть мы... Вот так и надо мотивировать. Вот мы нашли такую мотивацию. Чудотворная футболка Дюба, что-нибудь. Да. Он там играл и каждый мне рассказывал, сколько он голов забивал. Ну вот, да. Поэтому любая специализация есть. И архитектурные летом есть. Кружки в иностранных школах. А ей что сказать? Значит, 3 часа рисуешь пизанскую башню, а 3 часа ешь пиццу? Так что ли? Что угодно. На трехмерном принтере она может печатать. Здесь абсолютно разный уровень. Первично это желание ребенка, его специализация, которая сформировалась в голове, как-то вышла наружу. Это мы смониторили. И потом в этом направлении идут. Может быть, спорт, танцы, что угодно. То есть надо понять, чем ребенок увлекается, и этим просто его завлечь, если он как-то сомневается. Поэтому... Здесь важный момент. Не то, что нравится родителям. Вот это важно. А вот то, что вы наблюдаете, действительно доставляет удовольствие вашему ребенку, к чему у него действительно есть склонность. Ну, кстати, то, что нравится родителям, это, как правило, видно эту травму семейную сразу. Потому что мама решила, что дочка будет певицей. И уже в два года мы ходим на кастинги. Уже голос у нас. Все. А девочка не поет, ей это не надо. А маме надо. А я грешным делом. А за границей тоже так люди с ума сходят по знаменитости? То есть есть специальная школа, где детей готовят к пению вот этой популярной музыки и танцам? Да нет. Есть вообще? А, кстати, были запросы в твою контору, например? Мы хотим, чтобы пела как Риана. Поэтому надо вонли. Риана, приходят родители, которые говорят, даже это мои друзья, я хочу, чтобы мой сын учился в Стэнфорде, в Гарварде. В Кембридже. А я друг спрашиваю, ты сам что заканчивал? Ну, заканчивал нормальный вуз. Миссис. МГУ, МВТУ, МИИ. Новосибирский государственный университет. Абсолютно успешный человек. У него прекрасный бизнес, семья, дома, машины, все. Но почему-то у него вот какая-то скрытая, вот прям вот ожидание, чего он, может, сам не добился. Да, абсолютно. Чтобы мой сын попал обязательно в Гарвард. Абсолютно. Ряд иностранцев, и конкурс, пять тысяч человек на место. И у всех есть деньги. Кого выбирает Гарвард? Зачем туда идти травмировать ребенка? А что ты предлагаешь в альтернативу? Я вот смотри. Вот эти альтернативы очень много. У нас съехали с одной темы на другую, с загрузки. Ну, давайте. Сейчас загрузки я быстро расскажу. У нас, помнишь, здесь сидел, как раз здесь сидит сейчас Борис. На этом месте сидел человек из Исландии. Дядька. Он тренер по гимнастике, по-моему, или что-то. Человек из рая земного, Исландия, рай земной, давайте признаем это честно, ну, по крайней мере, климат, там комаров нет в стране, ни одного. Ни одного комара нет в стране, как они живут. Может, про клопов не говори. Да. Вот он из рая земного уехал в Россию, потому что в России сильная была гимнастическая школа, и он сюда приехал учиться. Исландец живой, настоящий, приехал учиться в России. Да, дядька, при этом взрослый. Да, и он здесь уже тренер, он по-русски, естественно, научился говорить. То есть, это говорит о том, что, конечно же, надо понимать, что человек хочет, и это место на планете, на шарике найти. Про загрузку. И думеролог вчера тетка сказала, что именно это надо делать в этом 19-м году. Нужно определиться. Из Иди, анафио тебе, анафио. Это надо делать всегда. Это надо делать всегда. И я уверяю всех родителей, что в пять лет у вашего ребенка уже все сформировано. Все его желания можно увидеть. Да, шесть, на кинь годок. Ну, пусть она еще в куклы поиграет в какие-то Винни-Пуха. Давайте вернемся к загрузке, Борис. Ну, давай. Перезагрузка. Да, загрузка вообще школьников в наших школах, это больной вопрос. Сейчас даже министр взмолилась, не задавайте столько. Нет, ну, подождите, давайте вот просто посмотрим. Я когда спрашиваю во всех школах, ну, это минимум, 10-11 класс, 13 или 14 предметов. Это нереально вообще. Преподаваемых причем, ну, то есть, каждый день они несколько, ну, 5-6 предметов по 45 минут. Каждый день им надо делать минимум 5-6 уроков. То есть, у всех моих друзей, моя племянница, все мои знакомые, дети ложатся спать. И вот когда спрашивают, ну, чем все-таки отличается образование за границей от нашего, я могу сказать, что, да. И чем вообще вот наши дети отличаются, когда вот они приезжают в иностранство с трудом. Я могу сказать, что, конечно, наши дети, по сравнению с иностранными детьми, они намного более эрудированные. Это правда. То есть, у них намного более широкий кругозор, их знание мировой истории и географии намного превышает там сверстников своих. Если говорить, готовы ли дети практически к современной жизни, абсолютно нет. Потому что наша школа загружена заботой представлений теоретических знаний. Дети наши не работают пальцами, руками, не создают. Поэтому это первое. Второе, то, что большая проблема. Пальцами руками это пока поконкретнее создают. Ну, я могу сказать, смотрите, вот можно же изучать бизнес по-разному. Даже у нас такого предмета нет, но вот как в Канаде пошли, когда дети хотят заниматься бизнесом, а другие хотят заниматься кулинарией, школа открывает на своей территории кафе. Много практических занятий. Кафе, в котором дети... Жирные бабищи работают с воровскими взглядами. Одни дети готовят еду на профессиональный печат. Они в жизни на модели, на реальной... Другие закупают продукты, третьи в школьном садике выращивают овощи, четвертый баланс создают. Ребенок после школы выходит готовый к тому, чтобы пойти работать. Но он может с вами собственный бизнес сразу начать. Это первое. Во-вторых, что касается научной загрузки. Количество предметов в старших классах, ну, я буду говорить сейчас там про такие ведущие страны, но это везде. В Германии, в Великобритании, в Великобритании, в Канаде сокращено. В Великобритании последние два класса дети учат четыре предмета, а в последний год они сдают все четыре экзамена и самый неудавшийся экзамен отбрасывают предмет вообще. То есть они, как наш ЕГЭ, три предмета, но они их готовят в пять раз более концентрированно и углубленно, чем наши дети, значит, соответственно, в соответствующем одиннадцатом классе. Вопрос, кто больше готов конкретно вот к работе по данным предметам, по специальности, по всему. В Канаде, например, немножко по-другому сделано. У них часы все предметные совмещены в пары, как в университетах. И, например, те же самые десять или двенадцать предметов, но они их делят на две части и полгода. Это шесть предметов, и другие полгода шесть предметов. По парам. Соответственно, на теоретические и практические занятия в два раза больше времени, и, соответственно, у ребенка в два раза меньше предметов на домашние задания. Просто другая структура учебного процесса, но она и то намного более эффективна, потому что, так сказать, знания более глубокие. Это первое. Второе, что есть обязательные предметы из сферы естественных наук, математики, общественных наук, а дальше ребенка выбирает сам. Причем это блоковый стим. А в каком возрасте он выбирает сам уже? Это старшая школа, то есть это аналог конца нашего девятого класса, то есть десятый, одиннадцатый класс, дети выбирают. И при этом может быть любой, он может заниматься кулинарией, пением, и это будет предмет, которым вы ставите оценки, в котором будет поступать в университет. А если, например, наш ребенок доучивается до девятого класса, предположим, в английской школе, немецкой, любой, да, ну, с языком, то есть он владеет уже каким-то языком, изъясняться он может. Можно доучиться, например, где-то в других странах? Ну, конечно. Его возьмут без каких-то спецпрививок. Его возьмут, и наши дети подготовлены по математике намного сильнее. Другое дело, что когда они сталкиваются с китайскими детьми, и те, оказывается, в математике как-то не менее сильно подготовлены. Да, наших детей везде берут, и здесь все-таки опять зависит от того, что родители хотят от своего ребенка, и что хочет сам ребенок. Нельзя ребенка заставить поехать учиться, если он сам не хочет. Если у родителей нет желания, нет, соответственно, определенный бюджет. Поэтому здесь надо просто понять, куда мы готовим к своему ребенку, да, хотим ли он, чтобы он стал человеком мира, чтобы он общался на разных языках. И чтобы он еще, естественно, вернулся, и свои знания здесь как использовал. Ну, вот здесь есть еще один нюанс, я прошу прощения, да. Во-первых, я вот еще хотела вставить все-таки пять копеек про наше образование и образование там. Если вспомнить наше образование в СССР, когда наше образование было достаточно сильным, реально. И не было такой загрузки у нас никогда, мы прекрасно все гуляли, потому что я родом оттуда. Ну, я тоже. И мы все успевали, и хулиганить успевали, и гулять успевали, и больше ответственности было, и мы прекрасно все писали, издавали, и еще успевали читать. И у нас было это все с интересом. Кто-то так хулиганил, что даже профессии свои это сделал, потом в банки ты пошел. Да, в 90-е. Но все вот то, что сейчас Борис перечисляет, абсолютно верно. И если бы мы, конечно, вернули вот эту систему нашу, то бесплатные кружки для детей, где дети уже просто находили возможность для себя по интересам определиться, что тебе больше нравится. И потом ты становился не экономистом и юристом, просто потому что это модно, престижно, тебя туда запихивают родители, и ты потом работаешь совершенно не по профессии, или ты неудачен. А когда ты уже с детства понимаешь, что тебе очень нравится, допустим, лечить, или преподавать, или конструктором быть. Ведь огромное количество конструкторов талантливейших было в нашей стране. Кюты были. Да. А это что? Клуб юных техник. Абсолютно. Музыка и прочее. Дети выбирали и с большим удовольствием этим занимались. И не было такой загрузки вот этой системы ЕГЭ, где они, в общем, не понимают, что они делают. И вот у нас уроки музыки есть, я даже не понимаю, что они там делают, какие-то песни учат. И это не нужно. С одной стороны, этот час академический тратится, ну пусть они, может, они отдыхают во этом, но это унижение учителя, то, что я вижу, да, это страдание учителя и абсолютно бестолковое какое-то времяпрепровождение. Вот то, что я заметила в пятом классе. У меня средний поступал в музыкальную школу. Очень хорошая в музыкальной школе сейчас учится, играет, значит, на фоно. Ну вот у него получается пока. И меня очень поразило, что в момент поступления преподаватель очень правильный вопрос задал. А вы что хотите в результате получить? То есть, грубо говоря, мы посмотрели вашего ребенка и можем сказать, что, вы знаете, ваша девочка, да, условно, она может выйти, зажмурившись, все родители и родственники эту минуту потерпят, она вам сыграет что-то. И это тот потолок, который она достигнет. Вот это все. То она не будет ни Мацуевым, ни кем, никогда. И, соответственно, это сразу ставится как некий результат, тот таргет, да, той точку, куда мы хотим прийти. Это сразу говорится на этапе поступления. Это очень важно понимать, да. И когда у тебя сразу, ты на себе задаешь вопрос, а зачем ему это надо, чтобы просто сказать, а у меня ребенок на фоно играет, пойди. Он грохотнул два аккорда, и все сказали, ну и молодец, и слушать даже не стали. Либо это его профессия, либо это его призвание. И тут раскрывается огромное количество вот этих вот вариаций. Вот эта дифференциация возможностей, она должна быть сразу понятна родителям. Ну, как мне кажется. Ну, в плане музыки, я прошу прощения, да, вот прям секунду, потому что у меня первое музыкальное образование, вот я дежур хоровик, я могу сказать, что прошла все эти испытания на себе и на своем брате. И действительно есть некий спад, там, после двух-трех лет обучения в школе, когда не очень-то хочется учиться. Это практически все проходят. Музыкальные или в обзоре? Музыкальные, музыкальные, да. Потому что начинается определенная сложность, хочется побольше погулять, это отнимает больше времени. И здесь задача родителей, опять-таки, дать возможность своему ребенку спокойно проплавать вот в этом некомфортном поле, мотивируя его на то, что он может там что-то сочинять, если у него к этому есть склонность. Но если вы чувствуете, что его надо перестать заставлять, то лучше, конечно, пусть он играет для себя дома, если он вообще будет этим заниматься. Это вот та возможность, которая дается сейчас в западном образовании. Ты пробуешь, смотришь, нравится тебе это или не нравится, это то, что не относится к общему. Мы повернемся. У нас несколько минут. Нас в гостях Борис Самарьянов, управляющий партнер Староакадемии, и Дарья Суслов, клинический психолог. Мы говорим о поездках на обучение детей в разные вузы за границу. Борис. Вот что-то очень важное ты хотел отметить. Просто разные комментарии, вот мы читаем, приходят. Мы с своими коллегами Староакадемии один раз были в Великобритании, зашли в британский музей и увидели группу школьников, которые лежали на полу и чего-то там рисовали. Когда мы просто стал интересен, что же они делают в течение, так сказать, это учебный день. И учительница сказала, знаете, мы хотим, чтобы они побыли немножко в шкуре Микеланджело, которой расписывал копол Севстинской капеллы. Лежа. Здрасте, потолок покрасить. Да, чтобы они почувствовали, как это удобно, хоть раз, и заодно послушать лекцию про эпоху Возрождения и, в общем, искусство той поры. Понимаете? То есть у них образование все. Когда вот я говорил, что оно идет через пальцы. То есть детям дают попробовать побыть в шкуре изменитого художника или писателя. Во многих школах звука вот такие же, вот так же прекрасно оборудованные звукозаписущие мастерские. Во многих школах свое радио, которое они ведут кафе. Мы были в одном колледже в Канаде, где дети, у них кафедра пивоварения. Они сами варят пиво, которое обязаны университет продавать в близлежащие, так сказать, рестораны, бары. Понимаете? Поеду-ка я учусь. Много спорить. Я не говорю, что образование лучше или хуже. Оно совсем другое. Другое, да. И направленность немножко другая. Вот, Саш, мы на вентилятор хотели Малахова накинуть. Я сейчас накину. У нас рубрика Андрей Малахов в гостях. Значит, есть несколько стереотипов. Да, это не мои слова, это, что называется, народ поговаривает. Первое. Вот отдадим туда, значит, в Англию ребенка, а там сплошная наркомания и, в общем, и так далее. И эти, как их, нетрадиционная ориентация. Нетрадиционная наркомания. Что с этим делать? У Дэвида, значит, не у Дэвида, у кого? Да, ну, неважно. Короче, вот про стереотипы, что там за границей сплошной, значит, вертеп. Вертеп – это хорошее слово. Там родился Христос. Причем здесь вертеп? Да нет, ну, значит, плохое слово. Я не то хотел сказать. Я хотел сказать про наркоманов все время, что там сплошная наркомания. Ну, вот я слышал такие стереотипы. Правда, неправда? Говорите честно. Ну, я не могу сказать, что это совсем неправда. И то, что это сплошная, это, конечно, тоже неправда. Но такая проблема существует. Да, потому что я работаю с этим часто. У нас что, меньше этого, что ли? Нет, у нас этого не меньше. Это как раз вопрос к тому, что происходит с вашим ребенком. Вот, да, вот с чего мы начали, собственно говоря, нашу передачу. То есть это проблема просто того, что человек становится самостоятельным, и на него сваливаются, кроме всех проблем, еще и все соблазны. Нет, не совсем так. Он приезжает туда, получает этот стресс. Он не может с этим справиться. То есть любая зависимость и склонность, желание, да, к зависимости алкоголя или наркотики – это всегда глубинная проблема. Я себя чувствую отчужденным, чужим, одиноким. Подождите, а как же окружение? Очень сложно в первое время адаптации найти друзей. Как раз, мне кажется, проблема в другом, что находятся друзья, которые говорят, а мы вообще всегда этим занимались. Вот начинаются проблемы. Вот сначала первый этап – это когда ты чувствуешь глубокое одиночество, когда ты чувствуешь, что ты здесь некомфортно тебе находиться, и ты находишь тех детей, которые находятся в таком же состоянии. И тут есть большое желание и соблазн все вместе объединиться вот как раз на этой теме. И это происходит. Понятно. И еще есть такой момент, который стоит учитывать родителям в том числе. Если в семье начинаются проблемы, и есть, позволяет бюджет отправить ребенка учиться за границу, чаще родители, думая и прикрываясь тем, что они хотят для ребенка, как лучше отправляют его за границу учиться, потому что там будет ему перспективнее в дальнейшем как-то развиться, чаще они избегают того, чтобы ребенок не видел скандалы, разъединения в семье, но не учитывают один важный момент, что ребенок бессознательно все прекрасно чувствует, что дома что-то не то между родителями. И берет чувство вины на себя, да. Есть ощущение, что от тебя избавились. И есть, ну вот, работаешь с чувством предательства. Если тебя предает мать, такое бывает, да, внутри, оно не проговаривается, но когда работаешь, это проявляется. И ребенок может начать себя вести за границей очень странным образом, несвойственным ему. То есть он кричит о том, что он, заберите меня отсюда. Он иногда вообще вытворяет то, что никогда не вытворял. Ведет себя очень плохо или что-то у него происходит со здоровьем. То есть он начинает... Ему кажется, что его бросили. Да, ему кажется, что его бросили. Это очень большая проблема. И родители начинают уговаривать, они не хотят это слышать. И часто дети говорят в таких ситуациях, ну, раз ты так хочешь, ладно, я так уж и быть уеду. То есть он встает в позицию жертвы. Это сегодня сплошь и рядом. Борис, а вот вопрос второй. И второй, собственно, стереотип, что дети, которые уезжают туда учиться, там же всегда и остаются, собственно, жить. И вы приводили пример за эфиром. Мне кажется, надо его сказать, что на самом деле это не так. Ну, это далеко не так. И очень много случаев, когда ребята, отучившись там, возвращаются сюда успешные. И вот я опять упомяну этот колледж, который мы видели. Там я говорил сейчас про кафе и пивоваренье. А мы встретили одну девочку. Она сейчас работает, ей 26 лет. Она заместитель шеф-повара. Она закончила кулинарное, так сказать, отделение. Гостиница Мариотт в Москве. Причем работает она уже как экспат, потому что она успела получить на жительство в Канаде, и получает совсем другой зарплату. И таких примеров очень много, когда... Это профессиональные люди. Те люди, которые поднимают здесь, собственно говоря, и бизнес, и уровень этого бизнеса, и уровень обслуживания. Вот сын нашего знакомого, он занимается... У него гражданской авиацией. Он вообще летчик, сам пилот. Мальчик, 18 лет, получил в Америке лицензию пилота на моторный самолет. Приехал, сейчас папе помогает в 22 года. То есть где он здесь мог это сделать, я не представляю. Ну, это прекрасно, что люди едут туда... Ну, а давайте тогда с конструктивной точки зрения у нас всего полтора минуты осталось. Еще встретимся после каникул, потому что вопрос интересный, многих волнует, и доступность этого образования мы, конечно, не обсудили. Потому что у очень многих людей в Самаре, в Сыктывкаре, ну, вот-вот разные пришли сообщения и география. Есть какие-то деньги, которые родители готовы инвестировать в своего ребенка. И, дорогие друзья, давайте не забывать, что начал это все Петр Первый. Когда отправлял учиться... Горько! Когда отправлял учиться куда? В Голландию. Чему? Морскому делу. И оттуда приезжали образованные наши соотечественники, хотя он и голландцев привозил сюда. И, в общем, с тех пор, мне кажется, надо дело Петра продолжить. Все лучшее везти сюда. Все лучшее везти сюда. Но подготовить. Ну, хорошо. Спасибо вам, уважаемые гости. Я уверена, что мы еще раз встретимся тогда после уже каникул и детских, и новогодних. В следующем году. Да, в следующем году. И уже конкретно, предметно будем отвечать на вопросы наших слушателей, какую специализацию какому ребенку предлагать и выбирать, и, естественно, цены. Спасибо вам и до новых встреч в эфире. С наступающим!